Привет, мои хорошие, с вами Селена Све, и сегодня у нас видео покупочки! И это уже не просто покупочки, которые я беру, все, что мне нравится, как сорока кто-то меня назвал. Ну, наконец-таки, Селена, ты одеваешься и покупаешь себе не все, как сорока, как раньше, а теперь обдуманно, со смыслом, я теперь знаю, что, для чего я беру. Но все равно некоторые покупочки есть, они такие не совсем обдуманные, и я это буду возвращать, и я вам скажу, что именно. Так, давайте начнем по порядку. Ладно, короче, начинаем. Практически все вещи базовые, то я сейчас не экспериментирую с цветами, не экспериментирую с моделями, я сейчас хочу набрать себе базовый гардероб, и потихоньку все больше и больше чищу. Вот недавно, например, я почистила свой гардероб, и еще две сумки отторбанила своей сестры. Точнее, не отторбанила, а не в машине. Вот, поэтому все меньше мне становится, что носить, но то, что было, я уже носить не буду, мне что-то нужно новое, классическое, то, что будет на года, хорошего качества, или просто базовое, без всякой фурнитуры, лишних, цветочков, в общем, знаете, как холст. Вот, пока что я на это нацелена. Итак, первое, это джинсы, мамфиты называются, это классические джинсы, купила я их в Страдивариусе, стоят они 2000 рублей, 1999, чтобы быть точнее. Вообще, у меня размер 36, я взяла 38, потому что я как раз, я сейчас худею, но я была чуть пополнее, и мамфиты, они не должны быть прям супер в облипочку, да, они должны быть свободненькие, чтобы в них можно было заправить наши супер трендовые и базовые водолазки. Я их тоже накупила очень много. Вот, я выбрала, там был потемнее цвет, я выбрала посветлее, но я хочу еще взять и потемнее. В Zara тоже очень много классных, по 2600 джинсов, намного больше моделей. В Страдивариусе две только, светлые и темные. В Zara очень много, но они чуть дороже. Вот, это то, что мне прям понравилось, я смотрела, так что я темные еще хочу купить. Сейчас покажу, как они на мне смотрятся, они немного укорочены, завышенная талия, мой стилист Настя, ссылку, кстати, я на нее, на ее канал оставлю под видео. Она мне сказала, что для меня, как раз таки, так как я хочу подчеркнуть длину своих ног, эта модель просто будет идеальна, вот. Ну, вообще, она из самых ходовых, просто под все. Вот такие мамфиты, я ими очень-очень довольна. У нее точно такие же, кстати. Дальше, одно из базовых в гардеробе, это водолазки, да. И у меня одна водолазка, получается, была белая, и то она была такая плотная, а я, например, не люблю, честно говоря, плотные водолазки, ну, прям вот на каждый день, да, носить. Вот иногда одену, я ее вообще в два раза, наверное, в своей жизни одевала, и мне в ней было жарко, потому что, когда вы приходите в какое-то помещение, хочется раздеться, и эта водолазка теплая, да. То есть она должна из определенной ткани быть, определенной плотности, чтобы было комфортно. В общем, я набрала в Фаберлике, мне нравится одежда в Фаберлике, если честно. И я взяла там сразу недорогие водолазки разных цветов. Значит, первая водолазка, она заявленная там как серая, но она не серая, она какая-то серая, припудренная, мне кажется, есть в ней еще что-то холодненькое, может, голубенькое, может, еще что-то. В общем, она классная, она тоже под много идет, холодный такой отлив. Просто водолазка обычная, просто под горлышко, вот так вот, без ничего, прямая, ручки, все. У меня от Фаберлика очень много водолазок, и Настя их заценила, они у меня есть разные, там есть фисташковый цвет такой прям зеленый, есть темно-зеленый, есть бордо цвет, и все оно как бы нормуль, нормуль. Дальше, вот еще две водолазки, одна белая, одна молочная, точно такие же, то есть ничего... А, кстати, состав я не знаю, сейчас я гляну, если где-то написано состав, сейчас... Мне кажется, или как-то темно у нас, модель, а, ну-ка, сейчас... Я приглушу немножко вот этот цвет, может, я его слишком сделала сильным? А? И раз такая какая-то вся темная. Так, я хочу, да, состав вам прочитать, он очень приятный к телу, я думаю, что это просто хлопок. Так, вискозы, да, это 95% вискозы и 5% эластана, вот, молочная, вот такая вот, прекрасная просто, и ткань такая, ну, тепленькая, смотрите, как классно, да? Одела какой-то пиджачок, и кайф. Короче, вот это я хоть вместе с вами распакую, вы же знаете, что я пока не сниму вам видео, у меня все стоит в пакетах, иначе я просто потом не соберу и не ношу. Так, ну и белая водолазка такая же, все взяла размера S, по-моему, да, сейчас проверю точно, или M, S, да, и оно все очень свободно сидит, вот она беленькая, пожалуйста, красота, ляпота, молоко, белое, серое, у меня, оказывается, еще черное нет, черное это вообще база-база, под белую рубашку вообще шикардос, очень хочу. Так, в общем, три водолазки, кайфую. Фаберлик из одежды я больше ничего не заказывала, я фаберлик заказала обувь. Мне Настя, когда пришла смотреть мою одежду, и такая говорит, так, лодочки, я говорю, нет у меня лодочек, она, как у тебя нет лодочек, типа, должны быть лодочки. Я согласна, это обувь, классические лодочки, цвет черный, там, бежевый, молочный какой-то, да, это все смотрится, красный можно еще, это все актуально, это уже 300 тысяч лет носят, и моя мама носила еще, и ее бабушка, наверное, носила. Носила твоя бабушка? Не знает, мама, но моя мама носила точно, а мама твоя носила? В молодости носила. В общем, это классика. И я подумала, что, я не захотела черные брать, я подумала, что можно фаберлик взять, так как я не собираюсь их долго носить, ладно, я вам покажу, а то я все говорю, говорю. Вот такие вот лодочки. Они меня очень удивили, честно. У них колодка просто бомба. У меня, если вы видели видео, которое мы снимали с Настей, у меня там кое-какие лодочки есть, только они, я уже говорила, наверное, да, у них вот задник есть и передник есть, а вот здесь все, они больше как босоножки какие-то, летние такие туфли, да, то есть вот здесь открыто все, вот здесь открыто. Вот, я их померила, мне очень понравилось, и я, честно говоря, люблю брюки какие-то под лодочки, но я просто их не носила, потому что они неудобные, я уже отвыкла ходить на каблуках, но все же я соскучилась, и пока что я не собираюсь покупать дорогую обувь в лодочке, потому что это очень редкий-редкий выход, когда, да, или там бросила в машину, если вдруг как-то будет актуально, да, то я их одену, поэтому не помню, за сколько я их взяла, то ли около трех тысяч, что ли, они стоят, или две с половиной. В общем, недорого, и у меня был размер 37, я знала, что 37 мне хорошо, заказала эти, надеялась, что они будут все прекрасно, они прям прилипочку офигенненько сидят, нигде не давят, и колодка просто, я встала такая, думаю, блин, да они такие удобные, конечно же, я их буду носить. Они очень красивые такие, текстурные вот здесь вот, в общем, мне нравится, цвет прекрасный, и, в общем, они будут в машине у меня на случай, что, а потом раз и переоделась в кроссовки, да, понимаете? В общем, Фаберлик меня очень сильно порадовал. Ладно, давайте, мы пока по бюджету идем, да? Колготки, колготки, Настя посоветовала мне колготки обязательно брать в тон своей кожи, если вдруг колготки светлее или темнее, ну, светлее вряд ли, вообще их сложно найти, вот в мой тон было сложно найти. Я взяла самые светлые, это фикс прайсы, конты 40 ден, мне нравятся, я уже в них ходила, и в них даже тепло было, удивительно, да? Я взяла, они вот классные, они прям, ну, не отличаются, может, сейчас вот здесь отличаются, но когда они растягиваются на ножки в один слой, они идеальны мне, и, да, цвет это важно подобрать. В общем, я взяла такие, еще надо черные взять, и в фикс прайсе я их возьму, они, по-моему, 99 рублей стоят. И вот такие вот еще взяла, ну, понимаете, да, мне очень сейчас нравится беш, молоко, такое, знаете, все теплое. Я взяла вот эти вот, это тоже 100% хлопок, это тоже колготки в фикс прайсе, у них офигенно широкая резинка, они очень классно держат вас животик, что можно одевать и под платье. Единственное, что вот эти вот полоски, ну, чтобы они не просвечивались. Это, в общем-то, обзоры фикс прайс, я показывала, мне они очень нравятся, я собираюсь купить себе еще цвета, черные и серые, по-моему, там есть, просто я еще не дошла до фикс прайса. Но эти колодки классные, они стоят 199 рублей. Так как вы знаете, что я покупала себе мартинсы, мартинсы покупала, мартинсы носят с высокими носками, потому что вот эта голенища, которая наверху, да, она может натирать ногу. Поэтому их рекомендуют носить с высокими носками, я не знала, куда пойти, с носками вообще такая дребедень, девочки, сколько я покупала носков, вечно они кашлатятся, рвутся, я не знаю, какие-то странные, неприятные, в общем, портятся, и мне не нравится. Я покупала себе в Uniqlo, я уже с айфоном путаю, Uniqlo, да, мне в последнее время понравилась эта марка, я, кстати, случайно туда как бы зашла, все время думала, что это что-то бюджетное. Вот реально, когда я была в Москве, жила, там еще открыли уже этот Uniqlo, я когда туда заходила, я так посмотрела, мне показалось там тряпье такое, знаете, ни о чем, не оценила, в общем, этот магазин. Сейчас многие стилисты его рекомендуют по бюджету, да, кому-то, и я зашла, купила там носки, блин, это лучшие носки, которые я покупала, они коротенькие, с силиконовой такой вставочкой, и от других носков с силиконовой вставочкой, они очень сильно отличаются, очень приятные. Я тогда запомнила их, пошла, купила еще три себе, и, в общем, я решила черные купить тоже здесь. Стоят они 790, да, где цена? Есть 799 рублей, три пары, такие высокие, мягкие, классные, 67% хлопок, все остальное там полиуретан, полиэфир, полиамид. В общем, носки черные, супер. Я прям одевала даже платье, свои мартинсы, вот эти черные носки, они даже выше торчали, очень клево смотрела. Девочки, с шарфами, блин, с шарфами такая беда. Я не посмотрела видосы и не спрашивала ничего у Насти, какой шарф мне выбрать. Сама такая пошла по магазинам, думаю, ой, сейчас шарфы выберу. В общем, выбрала шарфы раз, выбрала шарф два, это я в Нью-Йорке покупала. Выбрала шарф три, это Вэнсити. Ну, ладно, Вэнсити шарф мне понравился, и там как раз скидка у них была, он очень приятный, это акрил, ну, как бы синтетика, понятно, но он такой приятный, девочки, как будто это не синтетика. И цвет мне очень понравился, потому что у меня черный пуховик новую в Юникло купила, я вам покажу попозже, и мне захотелось чем-то вот обыграть, понимаете, ярким. И будет еще какая-то шапочка, она тоже должна быть, наверное, светлее. Стилисты рекомендуют, чтобы шарф был чуть-чуть темнее, а шапка чуть светлее. Вот, но я об этом не знала, и поэтому там же, где-то в Золе, или в Золе, в Золе, в Золе, я купила себе вот такую шапочку, она стоит 500 рублей, мне понравился ее цвет. Ну, в принципе, оно должно гармонировать, да, вот как-то так. Ну, по идее, по-хорошему, цвета должны бы быть наоборот, то есть они из одного, ну, вы поняли, да, из одного цвета, да, тут просто больше добавлено желтого и белого, тут чуть-чуть зеленого добавлено. Ну, в принципе, может и так даже ничего. Ну, мне шапка нравится этого цвета, и нравится этот фасон, вот здесь, чтобы торчало, вот, и мне нравится этот шарф, мне нравится цвет, нравится текстура. Короче, это я менять не буду, это я точно оставлю, я лучше обыграю еще это другим шарфом, может быть, а это другой шапкой, да, это как бы пусть будет. Я сказала, да, чё почем, я сказала чё почем. Вот этот шарф я купила в Инсити, 600 рублей, стоил он 1000, 600 рублей, а эта шапка стоит 500 рублей, она была без скидки, это Зола. Два шарфа я взяла в Нью-Йорке, одинаковых, абсолютно белый и черный. Ну, как бы я подумала, база, классика, все дела, например, у меня черный пуховик, и думаю, продолжение моего пуховика, они причем такие вязаные, тоже это синтетика. И вот так вот просто одеваешь, вот типа, да, сверху этот, потому что у меня без капюшона пуховик, и я подумала, что, ну, вот, будет классно, черное, да. А потом, не знаю, а потом что-то я подумала, да чё я вся в черном, наоборот, нужно обыгрывать другими цветами. И они вот по 700 рублей, по-моему, да, да, по 700 рублей в Нью-Йоркере, и я такая думаю, нафиг они мне нужны, мне нужны другие немножко шарфы, даже не вот такие вязаные. Ну, как бы, не знаю, вроде прикольно, вот так вот раз одел, ты как бы и пошел. А можно еще и вот так вот, если что. Ну, я просто не знаю, черное, вот черное, наверное, да, что как бы, ну, это под белое, то есть я белое что-то должна одеть, а белого у меня ничего такого нет светлого, чтобы я вот так вот черное одела, а вся быть в черном с пуховиком и с таким, ну, то есть у меня есть пальто бежевое, но я не думаю, что вязаный вот такой вот грубый, как его называют, шарф или вот это вот дело, да, оно будет туда подходить, туда что-то полегче нужно, понимаете, полегче. И такой же белый, ну, белый, может быть, еще под черный пойдет, то же самое, 700 рублей. Короче, я планирую два этих шарфа убрать и взять вообще себе не однотонные, честно говоря, шарфы, не знаю. Вот это я планирую вернуть, оно все у меня с чеками, со всеми делами. Так, а, еще в Инсити, так как водолазки у меня одна серая, одна молочная, одна белая, а бежевая нет, и вот такая она, видите, как лапша. Но она легкая лапша, не то что моя, вот то, что моя белая, то, что вы видели в видео с Настей, да, она такая плотненькая. Я взяла 44 размер, чтобы она не была мне прям в обтяжечку, да, стоит она 1000 рублей, а стоила 1200, сейчас скидка, 1000 рублей. И вот она такая бежевенькая, вот такая вот под горлышком, мне кажется, тоже мой цвет. Вообще, когда-то мне сказали, что мои цвета это серый и бежевый, но они действительно освежают меня, очень классные. В общем, можно очень хорошо стилизовать вот это вот все дело. Так, а ну-ка, из чего? Наверное, синтетика. 78% вискозы, класс, да, точно, я же посмотрела, прежде чем покупать. Да, в Инсити. Вот такое. Как видите, я много базового набрала, да? Ну, я не считаю шарфы, хотя они тоже, может быть, базовые. В Инсити, гляньте, мне надавали всяких этих штук, надо будет почитать потом. А, еще один шарф. Господи, боже мой, а его где я взяла? 1099 рублей. Аксессорис. А где я его взяла? А, я его тоже взяла в Нью-Йорке. Ну вот, кстати, смотрите, вот этот вот, вот он мне нравится, то, что он, во-первых, уже не такой, не сплошной, да, не сшитый. То есть его можно вот так вот обмотать. Да, вот я подумала, я его один оставлю, не надо мне белый. Вот классный серый, да? И сюда может быть белая шапка, кстати, хорошо. Белая шапка и серый шарф, понимаете? То есть будет более светлая. А я белую шапку люблю, хочу. Да, так что будет белая шапка. Ну, вообще, короче, серый такой тоже цвет, который можно везде. О, я его взяла за 1099 рублей. Короче, с этими шарфами надо подумать. Что-то я пошла, набрала, а потом увидела видео и смотрю, блин, да мне другие шарфы совсем надо. Хорошо, что дается время на то, что можно вернуть еще. Так, ремни, смотрите. Да, зашла в магазин, короче, мультибрендовый. И вот здесь были такие ремни. Ремни все кожаные, кроме вот этого вот коричневого. Это я взяла как раз под свои сапоги. У меня старые сапоги, но они классные, актуальные, прекрасные. И я их взяла в цвет. К ним чуть-чуть, может быть, пояс светлее, капельку. Вот, я его взяла. Вот такой вот поясочек. Есть один магазин, в котором я периодически покупаю что-то, но его бренд я не могу разглашать по принципиальным соображениям. Поэтому, извините, в любом случае я практически все уникально там беру, что второго экземпляра такого нет. Вот такой вот еще кожаный ремень. Тоже взяла. Черный. И еще один ремень. Вот такой вот взяла. Это я все брала в отделе мужских ремней. Тоже кожаный ремень. И даже его сама уменьшила, потому что здесь вот такая штука есть. Вот. В общем, с ремнями могла я не показывать, да, раз я не говорю, где я все это дело взяла. Простите, не могу сказать. И это касается тоже пальто. Я взяла вот такое бежевое пальто. Оно тоже там было одно. Я его взяла. Сейчас покажу, как оно смотрится. Оно идеальное. Это как вот пальто-халат, мне кажется, даже подходит. Оно идеального... Идеальной длины миди. Оно, в принципе, актуального кроя. Ничего лишнего. И взяла я, девочки, да, размер... Блин. Я убрала здесь все эти наклейки. Я взяла размер 48. То есть, если мой 42, я взяла 48. 44, 46. На три размера больше. И вы увидите, как он сейчас на мне сидит. Идеально. Также размером больше я купила себе вот такой вот пиджак. В H&M. Этой модели уже давным-давно нет в самом магазине. Это можно заказать только на сайте. Более того, именно этой модели вы не найдете маленьких размеров, в принципе. Но я и не искала маленький размер, потому что сейчас, в принципе, очень актуально, чтобы все было оверсайз. И мне этот стиль нравится. Он не всем подходит. Я имею в виду по духу, да. Но мне он очень нравится, этот стиль. Поэтому я взяла 42 размера. То есть, когда мой 36. Да? 38, 40. 40, 42. На три размера, опять же, больше. Тоже идеально сидит. И что классно, он из плотной ткани. То есть, его можно одевать под теплые свитера. И мне этот стиль тоже очень нравится. Когда такой свитер какой-нибудь яркий под горло. Или, может, не яркий. И сверху вы одеваете вот этот вот пиджак. И все прекрасно смотрится, да. То есть, вот H&M. Это очень актуально. Сейчас вообще модные вот эти все пиджаки. Гусиная лапка. Цвет такой весь нейтральный. В общем, под все можно носить. Ну и последняя моя покупка. Нет, я надеюсь, не последняя. На сегодня, в этом видео, последняя покупка. Это вот такой вот пуховик. Я его взяла в Uniqlo. Uniqlo, да, правильно говорю. Я очень много, на самом деле, перемерила пуховиков. Я посмотрела отдельное видео, как выбирать пуховики, какие выбирать, какая длина, из чего состоит, какой крой должен быть, цвета там и так далее. Взяла черный, хотя выбирала светлый. Мама светлый мне вообще не рекомендует, потому что его очень, ну, нужно будет часто стирать. Каждую неделю, да, она там через день свою куртку как-то голубую стирала. Поэтому, да, вот именно к зиме я решила все-таки взять что-то черное. Тем более, когда я зашла в Uniqlo и померила вот этот пуховик, он совершенно не так смотрится на манекене, как на мне, потому что на манекене размер в размер, а я себе взяла размер XL, вы понимаете? Когда я S, я взяла себе XL. Это реально пуховик оверсайз. Здесь 100, ну, я сделала его оверсайз, он на самом деле даже не оверсайз на манекене. Но мне кажется, что он круче на мне смотрится, чем на манекене. Здесь, так, 100% пуха, я сказала. Здесь отличная длина, качество офигенное. Что еще? Нет капюшона, нет ничего лишнего, все свободно. Я под вот этот пуховик смогу вообще одеть, что я хочу. Хочу водолазку, рубашку, пиджак, а там теплый свитер. И просто влечу в этот пуховик, и не будет он нигде жать и давить. В общем, сейчас посмотрите, мне безумно-безумно нравится моя покупочка. А, я его когда померила, я его еще не сразу купила, я его померила, походила, скинула все это Насте, естественно. Она одобрила все пуховики, которые я посмотрела. Но все-таки, как он на мне смотрится, как он смотрится со стороны, я его полюбила. И просто я не хотела, конечно, покупать за 10 тысяч, хотела что-то подешевле взять. На самом деле можно за 6, за 7 тоже с пухом 100%, ну не 100%, 80% пухом взять. И я это видела в других магазинах. Но именно вот такая модель, именно вот эта, я не знаю, она просто полюбилась моему сердцу, я все-таки за ним вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, мои хорошие, ребенку еще я тоже заказала одежду. Я сейчас быстро покажу, потому что у него не так много одежды, как у меня, конечно же. Я показывала это все в Инстаграме. На зиму у нас все есть, в принципе, я ничего ему не покупала. Я заказала ему в магазине, но это уже будет на весну. Вот такая курточка, она на вырост. Она такая, знаете, из эко-кожи, какая-то потертая, такая интересная, в общем, курточка. Мне понравилась, захотела, чтобы он был в такой. В общем, что еще? Вот две обуви. Одни, ну вот в садик сейчас мы ходим, в кожаные обуви, да, вот такую взяла. Это, ну, если вдруг та испортится, потому что там что-то липучка, то отлепляется, то еще будет в садик ходить вот в этих, пусть будет. И вот такие классные кроссы, просто я не смогла пройти мимо. Гляньте, какие они модные и стильные. Но это тоже ему, скорее всего, уже на весну. Я надеюсь, что он с них не вырастет. Ну, вроде я размер взяла чуть-чуть побольше. Но они очень крутые и классные. И еще я взяла ему два костюма, они сейчас в садике. Это просто футболка и шортики. Наконец-таки, а то мы все в шортиках из фикс-прайса ходим, уже надоело. Я прям заказала два костюмчика, они шикарные, классные. Это все я заказывала в магазине. Вот это, Little Moots. Little Moots. Вот такой вот магазин. Там небольшой выбор одежды, но мне понравилось все, какого качества пришло. Так что своего малыша я тоже не оставила без внимания. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Наговорила, уже аж в горле першит, пора запить. Я надеюсь, мои покупки вам понравились. Если так, обязательно ставьте лайк. Если у вас появились какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С Настей мы планируем провести еще шопинг вместе. Она хочет переодеть меня в магазине. Мы обязательно снимем это и на ее канал, и на мой канал. Поэтому обязательно подписывайтесь на Настю. Под видео я оставлю ссылку на ее канал. Прекрасная девочка, которая перевернула просто мой взгляд. У нее, кстати, на выходных сейчас должны ее покупки выйти. И она там рассказывает, как сочетать, что она купила и как с чем это сочетать. Мне кажется, очень полезное видео. Я обязательно посмотрю. Вот. Все. Короче, я рада, счастлива. У меня реально расширилось сознание. И это не просто. Знаете, мне говорят, Селена, ты и так одевалась классно. А вот сейчас ты типа как серая мышка. Ну, в общем, разные комментарии. Кто-то говорит, мне твой стиль нравился. А сейчас не очень. Кто-то говорит, ты звезда. Наконец-то ты начинаешь нормально одеваться. Девчонки, я вам просто скажу. Это реально расширение сознания в сторону одежды. Это реально качественно изменило мою жизнь. Мне нравится то, что я сейчас покупаю. Мне нравится, как я на это смотрю. Мне нравится, к чему я приближаюсь. Это совершенно другой взгляд. Это уже не просто какая-то вещь, которую ты на себя натянул, а дел бездумно. Да? Это уже стилизация чего-то. Это уже обдумывание образа. Это сочетание цветов. Это целое искусство. Это целая наука. Мы даже не замечаем, как мы покупаем какие-то вещи. Ведь они тоже, допустим, колор, да? Он весь продуман дизайнерами. Мы не можем здесь вставить там какую-нибудь цвета, несочетаемые. То есть это все целая наука, я же говорю, да? Вот здесь тоже сочетание. Именно черное, бордовое и белое, да? Поставили бы другие какие-то цвета, было бы все не то. То же самое и в наших образах. Просто не все к этому пришли еще. Не все об этом думают, что эта суть важна, да? Я просто столкнулась в какой-то момент, что я не могу подобрать, что я подбираю что-то, а оно вот не смотрится, мой глаз не радуется. Что-то здесь должно быть другое. Я понимаю, что я не понимаю. И вот я пожелала стилиста, нашла стилиста. Стилист пришел, все мне показал, разъяснил. Мозг мой перевернул. И теперь я просто видела раньше вот так, а теперь я вижу вот так. И я счастлива, и это важно. Нужно расти везде. Вот в плане вещей, мне кажется, я расту. Уже скачнула? Скакнула? Да, еще русский язык мне надо подтянуть. Ну, может быть, когда-нибудь придет ко мне человек по русскому языку, и точно так же так мне это преподнесет, что я начну читать учебники, все это изучать, правильно говорить. И прежде чем просто сесть и вам что-то начинать говорить, я прочитаю сначала какую-то литературу. В общем. Ну, честно говоря, мне нравятся мои прикольные слова. Хотя, опять же, это узкое мышление, что я вот так говорю, да? А говорить буду правильно, красиво. Ой, ну пока я еще не доросла до этого. Я пока на своем уровне, вот этом примитивном русском. Надеюсь, вас это не отталкивает, и вы, мои хорошие, терпимо слушайте мой супер русский язык. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...